все доброе утро последняя ночевка у нас пути я имею в этом рейсе рафик завелся на улице не знаю сколько но сейчас 30 сколько ночи было не думал рафик не заведется у нас не завелся хонда же есть замерз крутит они заводятся ты смотри антифриз антифриз сейчас посмотрим так все это сереженьки мы находимся в городе белогорск кто помнит где мы закончили с вами видео мы тут есть купили с вами всю одну тачку сейчас у нас сейчас мы я сажусь в рафуса серега гонит honda and wagon у меня раф на номерах погода конечно испортилась с ладика выезжали был плюс раз уже работает стоит ночевали вот здесь гостиниц транзит город белогорск 4 кровати за 2000 рублей это сила конечно так сараф у меня куча ключей на него все мы двигаем дальше машину мы оставили вторую которую здесь купили за ней позже вернуть будет отдельно видео по ней но погода в амурской области катастрофически испортилась вчера мы вечером уже ехали мы попали в эту снежную бурю перегонщики под вечер она потом прошла уже перед белогорском где-то километров за 30 на 40 мы прям нормально ехали ну вот сегодня смотрите но я вчера так и думал что сейчас скорее всего сюда придется вот здесь но это вот в телефон выглядит нормально я уже говорил а в реале выглядит не очень но напоминаю мы едем на рафе раф левый руль я вот как-то меня к левому рулю по крайней мере с рафами там с митсубиси у меня как-то вот пока основа на левом руле мой интерес вот мы и сзади honda n-вагон едет это правый руль естественно turbo сзади посмотрите закидывать снегом вот цель у нас добраться до новосибирска все просто поэтому кому интересно усаживайтесь поудобнее уже там пару серий есть у нас пару выпусков о том как мы эти машины забирали покупали о том как мы доехали до белогорска попали снежный плен и купил там еще одну машину белогорске на этот наверно будет уже финальный ролик мы едем до дома до дома на 4 с чем-то там вчера мы проехали полторы по моему так что такие дела где вы идите где вы идите мы вот здесь сидим кафе транзит жесть от белогорска 50 километров после ннк заправки с правой стороны кафе транзит да я уж снимал то видео не раз кормят шикарно но я имею ввиду и цена классная еда классно что немаловажно с 8 до 11 пожалуйста обращайтесь вот здесь я outlander забирал вот цены на бензин можете посмотреть 95 56 39 92 53 ну там соляра сами видите 68 67 вот я пойду кофейку возьму я не буду заправляться я заправился на роснов нефти серёга там не стал заправляться он будет управляться на ннк вот это у нас шимановск все я пошел за кофе так погодка опять нормальная стала все меняется очень быстро очень быстро просто катастрофически едешь такой по дорожке классно скорость 110 виды такие природа кофе и попиваешь капучино рядом в стаканчике чайок стоит водичка бесплатно в кафешечке ты такой едешь глаза закрываются спать охота и летом конечно здесь погода шикарная друзья информация для тех кто давно хотел во владивосток съездить но боится по тем или иным причинам один стесняется или там еще чего-нибудь у меня к вам есть предложение так просто чтобы вы знали если вы хотите съездить во владик но один боитесь или там еще что-то у вас то часто бывает такое что по каким-то причинам там мало ли что в дороге там не знаю где ночевать не есть а вдруг и это 5 10 мне пишите все мои соцсети в описании есть там в контакт в instagram в telegram везде мы с вами обсудим и возможно я с вами съезжу или вы со мной там уже определимся но понятно что не как сказать надо зачем-то ехать машину если заказать нужно давайте заказываем машину потом сами съездите заберете в общем открываем туризм на дальний восток кому интересно пишем не или звоним там телефоны ищите принципе в мою фамилию забьете в интернете то там даже мой телефон где-то будет вот такие дела друзья мы едем проехали шимановск сегодня мы проехали 150 километров с белогорска если быть точнее уже позавтракали в кафешке я вам показывал хорошая кафешка рекомендую вообще мы там постоянно едим но если ролики смотрите соотношение цены качества просто я взял яичницу 3 яйца там дают кусок колбасы я не знаю грамм 100 наверно реально прям колбаса не бумага колбаса блинчики со сметанкой и чаек все подкрепились и едем дальше полет нормально резина у меня липучка у серёги липучка китайская у меня дан лоб стоит тачки обуле я вот мафан во владике поставил но кто предыдущие видео смотрел и можете увидеть что я там с ним делал если что перед выездом я его не помыл смысле машину она в поле было но как обычно приедем по моим и что-то либо удивились либо обрадуемся какой-то же бывает сегодня воскресенье у нас 18 февраль такая погода хотя еще 50 километров назад был снег в югом пурга и так далее кстати надо будет вечером выйти почистить фонари мне и серёги и задний номер у меня просто его нету там кусок наледи но с одной стороны хорошо но тогда я ехал на чем я ехал на аутлендере меня остановили в кемерово гаишники и говорят короче тебе надо номера почистить я гну да это на въезде будет давать маленько проеду там почищем горит но если так тогда сейчас мы эти штраф выписываем за езду без номеров и езжай куда хочешь я бы все понял пошел по номеру пнул он обвалился и все сказка вот здесь я стоял на аутлендере сломанный ну как не сломаны с шумом оказалось и банально просто это было это какой зовут подшипник кондиционера развалился а вот потом я там звонил звонил ночевать негде ночевать негде было из сервиса тоже никакого короче думал там замерзну походу потому что я ехал днем температура была где-то 2 градуса к вечеру уже стало короче двадцатки подходить хочу машину не заведешь просто на глазах остывает короче принял потом решение ехать до сковородино не до сковородино а там перед сковородино и забыл называется сейчас покажу там заправка кафешка будет сейчас кстати заправились на ннк полный бак вообще полно поговорить что на пятьсот четырнадцать километров не точно сейчас мы едем до кафешки там по отобедаем время обед я забыл называется это населенный пункт но типа говорят что сковородино и вот этот пункт когда это типа чуть ли не одно и то же сковородино можно заезжать вот через этот пункт забыл назвать ну здесь я помню ехал скрип бешеный на улице темняет я вообще еду сколько он сейчас господь тогда чудом сохранил ремень не порвался хотя уже ему по идее настолько подшипник заклинил что он двигатель аж короче двигатель лох то есть он не давал работать и такие вот дела бывают ну вот он невер это населенный пункт невер простите меня я забыл на кафе называется уют гостиница уют ну здесь кафе я здесь ночевал кто смотрит мои видосы на аутлендере вот аутлендер вот здесь как раз на этом месте где сейчас мне стоит этот как вот здесь он стоял а я спал вот здесь помню фотку видно было так что все повторяется скотч 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 держится прикинь это я там скотчем обклеил чтобы но морду не поддувала держится все ладно мы пошли приятного аппетита пообедали или поужинали даже не знаю четыре часа время местного и полетели в путь немного красоты так музыка музыка немножко на пейзажа местного класс погода меняется на глазах 19 минус солнышко светит сейчас какой части россии солнышко светит я даже не знаю может дома у нас где минус 35 выехали с латика было плюс один хабаровске плюс два было потом началось минус 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 и вот минус 19 даже боюсь представить что ночью будет не ускажи красоте не в уюте значит пообедали я брал солянку люблю солянку люблю смысле солянку люблю но хорошую полям и одно время мы серега ездили да я сам по командировкам ездил всегда брал солянку везде но понятно хотя бы раз в день там солянку и очень много попальной солянки кто-то вообще не умеет готовить солянку кто-то даже не знает что такое солянка очень редко можно встретить нормальную солянку вот здесь я тоже брал соляночку не высший пилотаж но скажем так пойдет чек вышел на 400 рублей 5 я взял чай солянку минтай филе кусок 200 грамм 2 хлеба и салат люблю овощи помидоры огурцы капусту иногда беру иногда этот зимний или как он называется такие типа шубы где рыба есть грибы ну то есть карапорт я стараюсь дороге не экспериментировать то что короче то что если пропадет с организмом чтобы ничего не было это вот о чем я сказал ну с рыбой конечно да но мента я думаю вряд ли то портить его будет такие дела 405 рублей на все про все вообще убились просто серьезно тоже сложный гарнир брал рыбу салат капусту нормально как сказал серёга после 40 начинаешь уже меню выбирать уже начинаешь понимать что есть а что нет поэтому кому еще 40 нету смотрите следите за как говорится с молодого за своим питанием и ну красота вообще мой ладно цель у нас сегодня че как называется че че чернышевск до чернышевска нам 600 чем-то так что до 4 мы сегодня понятно не доедем посмотрим что там будет чернышевске это цены на бензин и рафея палыч для понимания соляра 85 что ли но 92 60 рублей вот тебе и попробуй пойми где будешь заправляться мы хотели на ннк на последний заправиться скажу тем кто не часто но или муж первый раз едет вообще последняя ннк заправка ну я имею до последние перед тайгой короче 60 километров не доезжая и рафея палыча как объяснить на сковородино до и рафея палыча 160 километров вот а заправка последняя ннк она идет от сковородино значит 100 километров что там заправляетесь и поехали потому что следующий дешевый бензин будет на рост нефти шилка перед читой 200 километров вроде бы то есть получится что на этом дешевом бензине вам надо проехать там ну точно не помню но там пускай около 500 километров а дальше вот весь бензин будет 60 рублей 92 сейчас я вам показал виден такие цены сейчас у меня бензина на 300 Сереги меньше у него бак маленький сейчас едем на нефтемаркет там тоже цены такие же примерно но может чуть-чуть подешевле чем на эрофея так сейчас поглядимся ну вот нефтемаркет 62 бензина еще хлеще я только не понял 95 или 92 сейчас цены разузнаю вам расскажу там надеюсь тоже будет где-нибудь ценник висеть или нет ценники конечно лед прикинь вообще несет машину тебя заправлюсь расскажу не знаю . цена мы в общем где-то тюрьмышевский на улице мороз 32 вот мгра стоит весь замерз ничего не видно да вам ну потерпите сейчас будет момент истины холодный морозный запуск а так вот вообще очень тяжелое очень 32 видно нет прям тяжко пусть работает бедолага ну все мы выезжаем я не знаю видели вы там в темноте что-то что я вам показывал нет сейчас на улице минус 32 сейчас ждем хозяина дома но он нам откроет двери и мы поедем мы находимся чернышевский кому нужен вот вы будете если ехать в ладик этом или наоборот теплый гараж вот у него есть 300 рублей ночи там или сутки я не знаю для дизелистов очень полезно будет да и вообще если бы 45 было все равно бы не завелся ему в 32 видели тяжко было здесь в этом доме можно жилье снять кому контакт нужен мне пишите все будет но может кто-то уже из вас знает да мы сейчас поедем завтракать время поздно конечно пока там туда-сюда пока машины прогрелись короче время везде воруются там час тут полчаса так оттягивается время приезда домой как вам виды в шелку проехали шелка кто не знает там роснефть ну до шелки на самом деле от этой роснефти еще там 18 километров шелка это я так понимаю населенный пункт в общем да какой-то населенный пункт вот название речи тут конечно очень интересные занимательные едем проехали мы от как он зовут Чернышевская 100 километров до метра и обнулил после заправки потом в конце скажу общий пробег и сколько ушло денег на бензин у Рафа и вон у того малыша природа классная на улице 25 холодно просто жуть на заправке ветер ледяной продувает до костей просто солнышко светит сегодня есть желание у нас проскочить Байкал но насколько это будет все реально я пока даже предположить не могу до Улан-Удэ 800 ну с Чернышевской было 900 мы уже 100 проехали 800 плюс еще сейчас в Улан-Удэ время добавится час нам то есть мы будем ехать на час больше поэтому конечно если мы сегодня Байкал проскочим будет очень хорошо ну или хотя бы где-нибудь там на Байкале заботимся ближе потому что самая вот долгоиграющая поездка это как раз вот через эти всякие населенные пункты на Байкале потом в Иркутской области там всякие будут Нижнеудинские что там еще мы через что проезжать будем ну в общем все вот эти пункты они время воруют у нас реально потому что там быстро ехать нельзя там скинул скорость там 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 и на выходе получается что за день даже тысячу не успевать проехать ой красота-то какая солнышко светит вообще шикандос ладно все Чао мы где-то перед Улан-Удэ ну как перед километров 200 наверное не доезжая вот кафе Сааган Дали вот они тачки стоят гостиницы здесь есть бузы вообще нормальная на 400 рублей взял суп солянку два бузы салат хлеба чая и короче я объелся прям вообще глаза не открываются Серега четыре бузы взял бузы вкусные кстати так тачки выглядят но у меня ничего не обклеено понятно но и как бы особо сколов не наблюдается на капоте ну тут грязь конечно я очень чисто не видел кстати Сереге вот обклейка начала скотч разытывается клеили за деньги за 2000 на Китай городе здесь уже кончик видно да оторвался ну вот тебе и пожалуйста обклеечка пацан который там обклеивает тачки его там чуть не не побили пришли ему предъявлять говорят тут тебе клеить нельзя да короче кипиш там был мы думали потом они такие нам говорят да пацаны типа к вам претензий нету мы типа ему тут все сейчас Серега выйдет я вышел что-то повышать воздухом маленько сделать разрядочку зарядочку ну вот он вышел а что нормально все Сергей нормально все все нормально подписчикам расскажи как тебе четыре бузы нормально провалились супер рекомендую ставим как говорится лайк подписывайся на канал и лайк вот этому саглан дали саган дали там Жеке ты хотел передать привет кому? ну Жеке Жеке Саитов Жека тебе просили передать с бурятской земли вот стоим на бурятской земле и передаем в Сибирь большой пламенный братский привет привет прикинь Жека интересно будет как если вы Серега будете вместе смотреть как он тебе привет передает с телевизора все мы погнали нам еще ехать не знаю 400 500 600 где-то на Байкал ничего себе в шортах как говорится добрый вечер я диспетчер Михаиловна вот тут мы приехали в трактир бабушкина это Байкал захожу говорит она говорит добрый вечер я говорю вы говорите я диспетчер добрый вечер короче сегодня мы проехали вот видно да тысяча плюс 100 там еще было 1100 общий километраж уже составил сейчас вот считает 3700 еще осталось 200 мы сейчас короче ночью будет 32 возможно но ощущается будет как 41 поэтому что будет с тачкой неизвестно вот как бы не пришлось ее ночью выходить греть еще не знаю что делать но у нас есть эти провода ну не провода а зарядка автомобильная есть аккумулятор нормальный просто сегодня он заводился ему прям очень тяжко было но завелся но еще какой момент мы вчера приехали позднее мы приехали в 11 ну вот поэтому не знаю что делать сейчас время 10 ровно 10 так что как говорится пожелайте нам удачи всем спокойной ночи до завтра ну мы едем едем по Байкалу вот такая красота впереди какая Швеция Финляндия вот тебе Россия матушка на улице 35 минус 35 колеса замерзают фуры вон еле едут а вон там горы красота вообще просто оттаз оттаз мамай мамай кто название придумывал не знаете рек до городов мамай большой мамай маленький мамай Иркутск 200 193 нам в Иркутск не надо ясен пень нам надо в Новосибирск ясен пень оба а солнце пропало вот что такое происходит я ничего не делаю сам меняет картинку телефон ладно едем вот там впереди красиво ох жуть красиво как стараюсь вам снимать Байкал всегда вот эту красоту рискую своей жизнью можно сказать вам тут вот это вот всего вот это вот всего натишу плечку впереди камера на 50 сейчас такой поворот будет резкий очень это вид будет когда-то убрали бы отсюда было бы шикарно вообще что нибудь мы снимаем надеюсь все тут уже ничего не видно все мы поднимаемся на перевал Култук жесть такая красота тут конечно натишу плечку впереди камера друзья мои мы проехали Уссолья ну точнее еще не проехали а проезжаем знаю что вы есть подписчики с Уссолья Сибирского всем привет вот фанера цемент шиномонтаж вот этот выезд от вас в магазин продукты едем значит сколько мы сегодня проехали я не могу сказать потому что я не обнулил ладометр вот такая вот проблема но я примерно предполагаю 200 с копейками 10.30 наверное надо посмотреть ладно не суть вот сейчас задача у нас где-то поесть надо потому что время уже подходит к обеду ну еще не обед но ближе к часу Серега его навигатор почему-то поел через Ангарск показал что там быстрее но я по объездной проехал намного быстрее чем он проехал через Ангарск так что будьте внимательны к навигатору иногда он обманывает вот они короче в мороз они просто фуры вообще перестают ехать напомню на улицу у нас 26 было 30 вообще он вообще не едет мне вот не нравится вот вот эти места короче мне нравится ехать просто по трассе вот очень люблю допустим Казань ну к примеру там не знаю до даже какой до него не до Омска ну в общем вот эти отрезки где не надо заезжать в населенные пункты допустим Казань Уфа или там Омск Новосибирск просто сказка едешь все время не надо вот на эту отвлекаться чем мне не нравится Байкал тем что много населенных пунктов чем мне не нравится Иркутская область то же самое вот мы сейчас едем все тут больше 50 не поедешь то фура то еще то светофоры и вот в этой трясине короче попал и все они просто крадут время твое там будет потом маленько нормальной дороги ну реально трассы а все остальное вот тын-тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын и в Кемерово то же самое как заехал короче в это болото перед Кемерово 100 километров и самой Кемерово еще там непонятно сколько ехать поэтому вот такие моменты можно я вас обгоню короче ничего же мне за это не будет тем более тут разрыв есть есть все я не могу за вами ехать у меня нервоз начинается глаза начинают дергаться уши начинают дергаться мне быстрее надо вот быстрее я просто время оно коротко оно дорого да то есть поэтому быстро быстро все быстро 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 до дома до хаты вот у нас выставлен что тут у нас выставлен Красноярск потише бричку впереди камера на 60 разговаривает все доброе утро последняя ночевка у нас пути я имею в этом рейсе рафик завелся на улице не знаю сколько но сейчас 30 сколько ночи было не знаю думал рафик не заведется а у нас не завелся хондарей замерз крутит и не заводится ты смотрел антифриз антифриз сейчас посмотрим все работает все работает завели в общем все было у него займет воздушный фильтр потом сапуне короче рядышка была сняли разобрали здесь вот хозяин бокса большое спасибо предоставил гараж так мы сидели на улице сараховка точно короче замерз от перепадов температуры ничего не знаю короче фильтр вытащили он весь был как рядышка потом здесь сапуне было и потом уже встречу залила до кинала разобрали встречу почистили проколили кстати на мангале на мангале все вот в походных условиях и все собрали вот сейчас все работает как часики часики на улице 40 он сегодня глушится не будет все это последняя была заглушка его сейчас тут вот уже прошло здесь был белый-белый дым свечи выкрутили там все бедики вот все сейчас мы руки моем и поедем значит так с этим как его зовут с инвагоном все в порядке просто смотрите фильтр в мороз и будет сказка все вот мы приехали передачинском есть кафешка я уже про нее 500 раз говорю называется все для вас вот тут все занято прикинь как-то так я не пойму мандант тут вот она сейчас прикинь негде парковаться интересно ладно ну что ж друзья мои друзья вот тут а кто дожил до конца серии в общем газа моя история какая все я дома вот еду это въезд это ик 9 здесь с левой стороны мне поверьте на слово бензин вот столько же когда я забирал тачку было бензина не было и вот такие вот дела так взял так и приехал ну и понятно я сейчас заправлюсь но это уже как говорится другая история по финансам имею ввиду не попал в дтп в общем смотрите друзья сейчас я до дома доеду ну я не буду тянуть вас до дома сейчас выставлю вот здесь будут расходы допустим на рафа и вот здесь будут расходы на хонду расходы будут общие ну к примеру вот рафа на бензин ушло 28 тысяч рублей хотите считать литры считайте без проблем ну средний расход примерно девять восемь с половиной это при том что на улице в основном тридцатка ну там 25 точно сейчас вот допустим даже я еду ну в общем вот такие моменты 28 на бензин и 21 на билет то есть это уже 50 все остальное я монитофон покупал там кофе пил ел по поводу еды это получается рассчитывайте в среднем тысячи рублей в день ну чуть больше чуть меньше кто как ест кто что ест и так далее плюс я кофе пил кофе пил каждый день по 200 рублей пожалуйста вот еще там образом говоря шесть дней больше тысячи рублей и так за все время мы проехали пять тысяч пять тысяч семьсот тридцать пять километров пять тысяч семьсот сорок километров все шесть дней один день мы там по Владивостоку лазили своими делами занимались музыку ставили там короче тачки готовили на продажу ну в смысле кто на продажу кто на под себя обклеивались и так далее кто не смотрел первую серию может посмотреть все на второй день мы выехали с Уссурийска потом еще мы заехали в Белогорск там машину я купил поэтому вот на все про все ушло шесть дней примерно сейчас время десять часов примерно в это же время мы улетели а нет мы уходим все улетели с аэропората там вот что то есть ровно шесть суток меня не было все друзья всех обнял расходы вот здесь комментарии пожалуйста всех приглашаю давайте общаться вот такой въезд в город так ты на заправку надо так ты на заправку надо и что на заправку надо